Может быть даже туда можно пролезть спокойно Доход, бюджет Калининграда Центр Калининграда, если вы приезжаете на Южный вокзал, например, с Москвы или Санкт-Петербурга Вот по Ленинскому проспекту и вы оказываетесь напрямую в гостинице Калининград Это очень удобная проектировка От гостиницы Калининград также открывается шикарный вид на тот же Ленинский проспект Раньше это была улица Штайндам Сегодня это эстокатный мост Ленинский проспект Планировка проектирования калининградских улиц заслуживает пристального внимания Особенно впечатляет проектировка Ленинского проспекта, который по прямой идет Конечно, он не совсем прямой, он заворачивается с некоторыми изгибами Но тем не менее приводит вас напрямую к гостинице Калининград Вот как раз таки эстокатный мост Ленинского проспекта проходит над Московским проспектом Это очень символично Рядышком находится Дом Советов Очень много дискуссий по поводу этого здания Оно находится прямо в центре Калининграда По некоторым данным, это здание стоит над бывшим Кёнигсбергским замком Но на самом деле это не так Кёнигсбергский замок находился справа от здания Дома Советов Это здание вот в таком состоянии, запущенном, стоит уже более 30 лет Начали его строить в конце 70-х, в конце 80-х оно было практически на 90% готово Понятно, что это было предназначено для администрации, это здание Но тем не менее оно стоит и остается символичным Кёнигсбергский замок это своего рода символ Кёнигсберга был Но в конце 60-х годов возникли напряженности между социалистическим блоком и Западом Кёнигсбергский замок, точнее остатки от него, конечно же, снесли Данный Дом Советов является памятником На самом деле это тоже символ падения Советского Союза Как раз-таки в конце 80-х здание практически было готово, как я сказал Очень много споров идет по поводу общего вида Калининграда Каким он должен быть, много толков Должен ли восстанавливаться Кёнигсбергский замок Должны ли строиться старые немецкие дома, восстанавливаться Ну, понятно, что с подтекстом для культуры, для туристов Но зачем это вообще надо и кому это выгодно и стоит ли вспоминать о былом О том, что когда-то здесь жили немцы Никто не хочет стирать эту историю, но тем не менее Дом Советов находится в таком же состоянии, как и некогда Кёнигсбергский замок И все эти толки по поводу архитектурного облика Калининграда Ну, скорее всего, надо начать с этого Дома Советов Здание Дома Советов находится в центре, оно, как его называют, уродливо Сами подумайте, сколько будет стоить, чтобы это здание снести, построить на этом месте что-то другое Если бы эти все помещения сдавались под офисы Сколько денег потеряно И вести толки по поводу сноса этого здания, конечно же, бессмысленно Потому что это будет стоить миллионы Вспомнить мои репортажи по поводу того, как в Гамбурге перестраивались надземные бункеры с времен Второй мировой войны Почему бы данное здание так же не переделать хотя бы под жилой дом Его можно также видоизменить, но это будет намного меньше стоить, нежели его сносить и строить на месте этого здания что-то другое Никто не пытается его восстанавливать, никто не пытается что-то с ним делать То есть люди не уверены или администрация, чиновники не уверены, что на самом деле можно с этим зданием сделать Находятся некоторые умельцы, которые могут за деньги проводить экскурсии по этому зданию Ну а что там смотреть? Просто пустые помещения, разворованные Также можно романтический вечер заказать летом на крыше данного здания Не знаю, сколько это будет стоить, но в интернете я видел предложение Как бы романтично, романтик, но тем не менее все это убого Потому что на самом деле, ну можно и что-то более другое придумать, одна из идей В Гамбурге также есть фирма, которая занимается нетипичным туризмом Они устанавливают в различных местах, на крышах зданий, с которыми есть договоренности На палубах кораблей, в музеях, где угодно Много вариантов предложений Вы можете просто заказать отдельный такой пластиковый куб, где вам устанавливают матрас И можете несколько ночей или ночь заказать в данных местах Допустим, это можно было бы также организовывать на крыше этого здания Кто-то прыгает со здания с парашютами, кто-то, конечно, заканчивал плохо с этими прыжками Кому-то приходило в голову затаскивать мотоцикл на крыше этого здания Здание, конечно, привлекает местных неформальных людей Неуверенность присутствует и здесь, так же, как и с восстановлением Кёнигсбергского замка Который, кстати, высота со шпилем замка была 82,5 метра Но, получается, высота дома советов 78 метров Но у нас еще на крыше имеется антенна Наверное, все-таки те же 4 метра она добьет То есть, возможно, 82,5 метра как раз-таки есть Так сказать, у центрального входа, который планировался для дома советов Можно видеть старые фотографии, где строители полуцентрального входа Здесь на разные праздники раньше устраивали сцену В холле этого здания советов проходили съемки Honey Baby Синского режиссера Мики Каурисмяки В начале 2000-х годов была инсценировка диско-сцены Куда главный герой, гитарист, неудачник попадает в поисках неизвестной загадочной девушки Наталии С которой он знакомится совершенно случайно при въезде в Советск За которой охотится ревнивый немец И вот по этой сцене как раз-таки можно наблюдать В зале, который был недостроен, проходили различные мероприятия Конечно же, как я уже сказал, в 92-х тысячных годах здесь потусил народ Перед зданием Совета какое-то сооружение непонятное Бытует очень много легенд по поводу того, что под зданием Совета находился бункер Как раз-таки высшие чиновники, администрация советского Калининграда Могла укрыться в этом бункере в случае нападения И, возможно, это вентиляционная шахта была Может быть, не стали бы, конечно, так рядом располагать это сооружение Затрудняюсь ответить Если вы, конечно, знаете, что это такое, пишите в комментариях Будет интересно узнать